Зимний период не является сезонным для такого вида спорта, как пейнтбол. Однако традиционно именно Брест становится центром притяжения для любителей этой игры. Мягкий климат и в этом году привнес свои коррективы в планы пейнтболистов и позволил вдоволь потренироваться в лесной местности перед чемпионатом. На площадке научно-технологического парка схлестнулись 22 команды. Большинство представляют областные центры республики. Но в этом году к ним примкнули и несколько команд из России. Большие соревнования проходят в два этапа. Один этап это спортсмены с электронными маркерами. Маркера это оружие, из которых стреляют пейнтболисты шариками с краской. И с механическими. То есть электронные быстрее стреляют, механические немножко медленнее. За всю историю белорусского пейнтбола, по сути, третье соревнование в принципе за всю историю Беларуси. И вот мы в этом месяце проводим чемпионат зимний, в следующем месяце проводим зимний кубок, тоже в Бресте. Также соревнования проходят в масштабных формате 5 на 5. Мы сегодня играем 2 на 2, например, потому что сам формат такой поле узкий. А вообще по классике играют 5 на 5, например. В Могилеве проходит соревнование, чемпионат Беларуси проходит. В Витебске проходит соревнование тоже по пейнтболу в тройках. То есть в основном по сезону. То есть преимущественно пейнтбол – это летний вид спорта. Ну то есть зимой приходится помещение очень сложно найти большое для того, чтобы и тренироваться, и заниматься. Но во всем мире признан он именно сезонным. Команды из России с первых минут чемпионата настороженно относились к белорусским соперникам. И тому есть весомые причины. В прошлом сезоне брестская команда представляла Беларусь на Кубке регионов в Москве. Занимаюсь я около полугода, чуть больше полугода. Был в России на чемпионате. Вот это второй мой чемпионат. Опять же тренируюсь в комбате с ребятами. Что им нравится? Нравится чем? Азарт, адреналин. Ну то есть активная игра очень. Тактическая, грамотная. То есть надо думать в процессе игры. Я занимаюсь этим около, наверное, пяти лет. Выбрал, ну сначала отец привел, как-то понравилось. Потом чуть-чуть, ну, начало, пристало нравиться играть. Но потом начало лучше получаться и затянуло еще сильнее. Скорее всего, мы будем в призерах. Скорее всего. Мы одна из сильнейших тут команд. Несмотря на спад популярности этого вида спорта, многие любители этой игры уверены, любовь мужчин к военной тематике в крови каждого представителя сильного пола. Сейчас в целом в этом виде спорта есть спад. Ну, в целом, потому что если есть какие-то минимальные хотя бы экономические трудности, везде какие-то условия, потому что спорт сам по себе не дешевый, дорогой. Расходники, шары дорого стоят, оборудование тоже не дешевое. Ну, с измеримой, скажем так, с хоккеем примерно. По деньгам, по тренировкам, по вложениям. Поэтому, когда, как так правильно высказаться, когда есть эти деньги, пинтбол у нас масштабно живет и процветает в пинтбол. Как многие думают, и это ошибочное мнение, что это кто-то бегает в лесу, в кому в пляжах и стреляет друг в друга. На самом деле, спортивный пинтбол, он отличается очень сильно от этого. И любое, как и в любом спорте, в этом виде спорта надо обязательно командная игра. Надо, чтобы игроки умели общаться между собой, хорошо двигались. Однако, итоги чемпионата оказались неожиданными. По результатам первого дивизиона в игре с маркерами электронного спуска первое место заняла команда из Могилева. Во втором дивизионе с маркерами механического спуска лучшей признана сборная команда из Могилева, Барановича и Витебска. Брест не попал ни в одну призовую тройку. Но наши игроки планируют взять реванш на открытом Кубке Республики по пинтболу, который пройдет 15 февраля в областном центре.